Со следующего года в стране будет дан старт третьей индустриальной пятилетки. Об этом сегодня сообщил глава государства. И сегодня же Касамжо Мартокаев подвел итоги второй на церемонии вручения специальной премии Алтан Сапа. Наградили больше 60 лучших предпринимателей и товаропроизводителей. Кто удостоился этой огромной чести, расскажет Лаура Байбачанова. Азахстан, республика за президентным гран-при Егера. Гран-при из рук президента. Высшей оценки, пожалуй, быть не может. Глава государства вручает премии Парас и Алтан Сапа. Лучшим предприятием страны. Крепко пожимает руку каждому номинанту и даже успевает о чем-то спросить. Я боялся, что в последний момент где-нибудь спотыкнусь, или еще что-нибудь будет, или что-то не так сделаю. Но мне было легко, потому что господин президент у нас был недавно в заводе. И он как-то так вот, видите, я вас помню, я это сказал. Я бы расслабился, намного проще стало уже стоять рядом с ним. Президент вручил премии четырем номинантам, а вот остальным победителям, а их в этом году больше 60. Награды вручали глава Кабмина, министры и известные общественные деятели. Награждение ежегодное, правда, в этом году оно особенное. Впервые учредили новый конкурс Алтан Оймак. И одной из победительниц стала 10-летняя Агирим Мураткоза. Девочка придумала свою собственную коллекцию пальто. Дизайном одежды я занимаюсь в свободное от учебы время, в выходные. Чтобы разработать коллекцию пальто, у меня уходит от 4 до 6 месяцев. Цена накидок – 10 тысяч тенге, а вот дизайнерское пальто – 65 тысяч. Вообще у меня много идей. Сегодня я выиграла 1 миллион тенге. Так вот, часть я инвестирую в свой бизнес, а на остальное куплю подарки родителям, ведь они помогают мне продвигать бизнес. А вот у компаний по производству трансформаторов бизнес давно уже продвинут. Продукция завода завоевала казахстанский рынок и уже несколько лет. 95% производимых на заводе трансформаторов экспортируют в страны СНГ. Сегодня компания удостоилась звания «Лучшее предприятие производственного назначения». «Алдинцепа» нам даст, чтобы мы достойно представляли наше предприятие и дальше развивались. В планах у нас на будущий год увеличить производство мощности на 30%. 10 тысяч трансформаторов в этом году выпускаем. 10 номинантов сегодня получили премию «Эскер». Долгожданной и первой наградой столь высокого уровня она стала и для Бахатгуль Тохтыбаева из Жамбылской области. Мы производим сценическую одежду для всего Казахстана. И в этом году номинировались по пошиву сценической одежды. Есть расширение в плане экспорта, так как компания у нас только с 2018 года начала экспортировать в другие страны. «Сейчас у нас идет Россия и за рубеж в Италию. Само мероприятие очень сильно вдохновило. Сама подготовка всего коллектива, всей компании». Премией «Парас» наградили и компанию «Амангель де Газ». В год она добывает до 350 миллионов кубов голубого топлива. Причем абсолютно без вреда для окружающей среды. Именно за это предприятие было удостоено государственной премии. «Мы получили награду «Парас» за вклад в экологию. Я думаю, заслужено, потому что много средств, много возможностей, которые у нас есть. Мы всегда обязательно смотрим на экологию, на охрану, на технику безопасности. Это больше, наверное, еще раз обязательства. Обязательства перед всем сообществом». Глава государства сегодня не просто вручил награду. Он дал новый курс развитию отечественного предпринимательства. Подвел итоги второй пятилетки. Они, как показывают сегодняшние промышленные объемы, весьма внушительные. Если 10 лет назад в стране выпускали лишь 4 тысячи автомобилей, то в этом году уже около 40 тысяч. Однако, чтобы отвечать современным вызовам мировой промышленной революции, необходимо автоматизировать заводы и фабрики. Пока же в стране больше 1300 предприятий, а цифрованы лишь 7. «В 2025 году перед правительством стоит задача довести количество крупных и средних предприятий, обрабатывающих промышленности, внедривших цифровые технологии, до 200. Это, конечно, сложная задача, но полагаю, что она правительству и всем исполнительным органам будет по плечу. В результате должен быть обеспечен переход с текущего уровня технологического развития к уровню так называемого «умного производства», то есть полной автоматизации и роботизации». Важно при этом не забывать, что именно иностранный капитал поможет перейти казахстанским предприятиям на цифровизацию. Поэтому необходимо привлекать в страну зарубежных инвесторов. За 10 лет они вложили в обрабатывающий сектор больше 34 миллиардов долларов. Добился многого Казахстана и в плане экспорта. Продукция отечественных производителей поставляется в 120 стран мира. В металлургии начато производство рельсов, титановых слитков и сплавов. Но и этого пока недостаточно для конкуренции с мировыми экономическими державами. Именно поэтому в стране продолжат программу индустриализации, но уже без промахов предыдущей пятилетки. «С 2020 года начнется реализация третьей программы индустриализации. Мы определили курс на развитие экспорта ориентированной обрабатывающей промышленности с максимальным использованием потенциала частного сектора. Реализация третьей пятилетки индустриализации должна создать конкурентную обрабатывающую промышленность и решить следующие задачи – увеличить экспорт обработанной продукции, технологически усложнить выпускаемую продукцию, создать качественные рабочие места». Все это вместе даст мультипликативный эффект, который в конечном итоге национальной экономике даст рост, а казахстанцам позволит повысить благосостояние и улучшить качество жизни. Лаура Баеваченова, Азамат Самметов при поддержке телерадиокомплекса «Президента». Итоги дня.